Всем вам мое здравствуйте! Вы на канале Удачный момент и меня зовут Светлана. Давайте попробуем не убирать ручку у ведра, а эту ручку оплести, чтобы у нас получилось кашпо с плетеной ручкой. Вот я оставила в ведре ручку, уже сделала отверстие и вот эту ручку я не стала убирать. И хочу сейчас попробовать эту ручку оплести, она будет очень красиво смотреться, то есть ручка будет стоять, оплетенная таким же ротангом, как само ведро или другим по вашему вкусу. В это кашпо можно посадить невысокие цветы, которые будут разрастаться, не закрывая ручку. Мне кажется, очень хорошая задумка. Я приглашаю вас осуществить эту задумку вместе со мной. Я возьму сейчас красный ротанг, я взяла где-то его приблизительно около 5 метров. 5-метровую ленту я разрезала пополам и у меня получилось две вот таких отдельных ленты. Что нужно сделать? Нужно в ведре, в том, в котором вы будете оплетать ручку, сделать еще по два дополнительных отверстия с каждой стороны. Вот у меня основные отверстия для плетения ротангом, для стоек. И вот над этим основными отверстиями мы делаем под ручкой вот таких два отверстия. Раз, два. И точно же такие отверстия мы делаем с другой стороны. Основные отверстия и над ними еще два дополнительных отверстия для того, чтобы начинать оплетать ручку. Берем первую половину ротанга и вставляем ее петлей в наши отверстия под ручку. С внутренней стороны пропускаем и протягиваем, чтобы это было одинаковое. Вот у нас получилась вот такая петля. Берем второй ротанг и точно так же петлей вставляем уже с внешней стороны ведра. Нужно вставить. То есть это берем вот так, подтягиваем и в эти же отверстия вставляем вторую часть ротанга. Получается, что в каждое отверстие у нас вошло по две лозы. В этом отверстие две лозы и в этом отверстие две лозы. И точно так же протягиваем, только уже в другую сторону. И у нас получается, что формируются петли. Петля с внешней стороны и петля с внутренней стороны ведра. Вот эту петлю нужно поправить, чтобы она была по лицевой стороне. Не перекрутилась. Сейчас я это сделаю. Потом, когда мы будем плести дальше, у нас эти петли спрячутся. Вот смотрите, с этой стороны выходят две лозы и с этой стороны выходят две лозы. Здесь получилась петля и здесь тоже получилась петля. Теперь мы берем ручку, ставим вот так по центру. Здесь нужно выправить все четыре лозы так, чтобы ваши глаза смотрели на лицевую сторону лозы. Вот у меня этот красный ротанг полумесяц, он очень мягкий, очень удобно им плести. Вот такие сложные вещи. И делаем крестиком. Вот так вот положили, получился крестик. Видите? Крест-накрест я положила лоза на лозу. Точно так же придерживаем. Берем нижние, поправляем там, чтобы все хорошо легло. И на нас должна смотреть лицевая сторона ротанга. То есть вы смотрите на все четыре лозы и видите лицевую сторону. Не изнаночную, а лицевую. И там делаете тоже крестик. Крестик этот делаете точно так же. Если у вас, получается, левая пошла под правую, вот здесь вот, следовательно и там вы берете левую, закидываете на саму ручку, а правую уже положили на левую лозу. И у вас должно получиться. Посмотрите. Крестик на самой ручке лежит. И вот здесь точно так же крестик. Вот такая конструкция у вас должна быть в итоге. Вверху крестик. И нижний крестик, который лег на саму железную ручку. И дальше делаем так. Вот эту верхнюю лозу, которая у нас лежит. Сама верхняя и лежит поверху крестика. Мы пропускаем под ручку. И между двух правых, моей в правой руке, лоз. Между ними. Видите? Протягиваем, достаточно натягиваем. И ее возвращаем обратно в левую руку. Теперь берем вторую верхнюю лозу, которая у меня в правой руке осталась. Натягиваем ее. Точно так же пропускаем вниз. Между двумя лозами в левой руке. Огибаем и возвращаем в правую руку. И таким образом у меня получилось, что здесь красиво затянулся крестик. В правой руке оказалось две лозы. И в левой руке оказалось тоже две лозы. Дальше уже делаем по накатанному. Верхняя лоза, которая у вас лежит верхняя, точно так же. Огибаете под ручкой и протягиваете между двух лоз в правой руке. И возвращаете эту лозу обратно в левую руку. Вот у нас начинает формироваться вот такая вот коса. Теперь эту лозу точно так же пропускаем вниз между двух лоз в левой руке и возвращаем в правую руку и подтягиваем. И вот так вот все время и идем. Опять та лоза, которая самая верхняя, вот она у нас верхняя, мы ее огибаем вниз под ручку, пропускаем между лоз и возвращаем обратно в то место, откуда она пришла, в левую руку. Верхнюю лозу, под низ под ручку, пропускаем между двух лоз в левой руке и возвращаем обратно домой в правую руку. Подтягиваем все это. Тут, конечно, немножко руки могут устать, потому что нужно постоянно подтягивать ротанг. Если, конечно, ротанг жесткий, то плести, скорее всего, не получится жестким ротангом. Здесь нужно мягкий. Наверное, это все-таки должен быть полумесяц, а не полутрубка. И опять так и продолжаем. Верхнюю огибаем, пропускаем между двух лоз в правой руке и возвращаем ее домой в левую руку. Верхнюю лозу подтягиваем, пропускаем вниз под ручкой, пропускаем между двух лоз в левой руке и возвращаем домой в правую руку. Берем верхнюю лозу, под низ в ручку, пропускаем между лоз, возвращаем ее домой в левую руку. Посмотрите, какая формируется красивая оплетка. И вот так плетем всю ручку. Посмотрите, какая получается красота. Вот когда уже начинаете подходить к концу ручки, чтобы ручка такая была более плотная, нужно немножко ее вот туда вверх плетения прогнать. И тогда ручка сядет вообще очень жестко. Видите, сядет очень плотно, очень красиво. Если ее не подогнать, то она будет более рыхлой. Ну, не рыхлая, а более натянутая. То есть выберите, как вам лучше. Так тоже красиво. Ну вот мы практически уже доплетаем. И вот здесь уже делаем уже сколько-то последних оборотов и будем уже крепить. Крепить нам надо также крестик на крестик. Так, здесь делаю еще оборотик. Вот смотрите. Ну, мне кажется, достаточно. Я плотнее уже делать не буду. Так, и вот теперь точно так же, как и в начале. Когда у нас получается вот так вот, две лозы в одной руке, две в другой, мы нижний крестик продеваем в отверстие. Вставляем вот так. И натягиваем. Все это делаем поверх железной ручки. И вставляем во второе отверстие. Вот так вот. Тоже все протягиваем. Получается вот такой красивый крестик. Все, я уже натянула. И ручка практически зафиксировалась. Смотрите, она стала жесткая уже. Уже даже можно этот не держать. Теперь переворачиваем ведро. И здесь делаем тоже так же крестиком. И вставляем в те же отверстия, только уже в другую сторону. И все это зафиксируем. И что-то здесь дырочка получилась не очень большая. Вот так вот натягиваем. И во вторую дырку, второе отверстие. Вот так. С этой стороны тоже получается красивый крестик. Здесь красивый крестик, где мы закончили. И здесь красивый, где мы начинали. И все. И вот здесь вот уже нужно завязать, крепко подтянуть. Здесь делать узелочек. Когда мы будем уже оплетать ведро основное, у этого естественно все эти узелки уйдут под плетение. И ничего этого не будет видно. То есть мы здесь завязываем. И с этой стороны точно так же завязываем. Все обрезаем. И начинаем плести уже наше основное кашпо. Вот посмотрите, какая красивая получилась ручка. Очень красивая. Кашпо можно сделать подвесной. То есть за эту ручку можно уже, посадив цветы, повесить. Вот такое интересное кашпо. Подписывайтесь на мой канал и плетите с удовольствием. Удачи вам. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok